Блок правильно говорил, надо ставить себе великие задачи, не смущаясь своими малыми силами. Это стол, его, да? И ручка. И ручка, и чернильник. Трубка, да. И собачка. Белый такс, он даже не пишет в дневниках. А это в Рубе. Вот эта скульптура. Немецкая, наверное, картинка. Это Максис, да. Соломейство, могу я отпустить. А? Это работа Максисса, Соломейство, могу я отпустить. Ну, голландская, это все. Замечательная тематика. Картинка, которая. Это меня поразило. Плачешься. Замечательно. Там в складке платья. Соломей, где там что-то такое. Лились, да? И плохо я любил с малых лет, знаете. Прелесть какая, слушайте. Это уют. Уют старый. Ну, скромно великий русский поэт жил. Весь раз. Да как надо. Прекрасно. Как надо поэту жить. Не осталось из Гиппиуса здесь в Ленинграде сейчас никого? Родни? Родни. У них же оставались они. Были. Племянник был. По-моему, Полине и Наталья. А? По-моему, Полине и Наталья. Третьей сестры были родные. Ага. По-моему, племянник был Зинаида Николаевна. А ее портрета? Вот тут надо ее портрет. Пока нет. Надо сделать. Да, потому что эта женщина замечательная поэтесса, к сожалению, непечатаемая. И все-таки при всех расхождениях, это люди, которые очень близкие были. Блок, прежде всего, поэт. А он говорил слова знаменитые. Поэт не должен ничего иметь. И вот, когда входишь в эту квартиру, видишь, что это здесь только все самое необходимое для жизни. И прежде всего для жизни человека-духа. Здесь то, что составляет существо его самого, самого на жизни Блока. Меня поразила, например, картина. которая висит в кабинете. Я даже не знал ее существования, что он повесил здесь картину Квинтина Массиса. Это Соломея, приносящая Ироду головы Иоанна Крестителя. Потому что в этом есть символика деятельности поэта и вообще всякого художника. А также вопрос разных искусств. Потому что Соломея в своем роде тоже представляла искусство свое. Искусство чувственное, танцевальное. А Иоанн Креститель только известный был пророк, предвещавший появление Христа. И не случайно его образ связывается с образом поэта вообще. Поэта-пророка. И самого Блока, очевидно. Я так понимаю, что не случайно такая картина висела в его кабинете. А также другие маленькие такие. Все это изящно. Все это с колоссальным вкусом. Изумительное. Да, я не могу назвать даже музея. Это вообще просто святыня. Святыня для всех русских людей, как святыня могилы Пушкина. Я очень взволнован. Поэтому это сохранять, это первое дело. Иначе мы потеряем свою культуру и нацию свою потеряем. Да, это потрясающая картина. Я никогда в жизни ее не видел. Какой страшный этот царь. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Заметован тряпицей На моей голове картонный шнеп А в руке моей деревянный меч Помогите, 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 помогите Запламкали девочка и мальчик И закрылся веселый балаганчик А кто эту маску снимал? Страшком послышь стал на отца